Вячеслав Платон Вячеслав Платон. Мозг российского ландромата, рейдер номер один на просторах СНГ. В настоящее время ярый сторонник президента Игоря Дадона наращивает свое влияние в Молдове. После его освобождения последовали события, которые вряд ли можно назвать простыми совпадениями. 15 июня 2020. Вячеслава Платона освободили из тюрьмы. Произошло это по инициативе генерального прокурора Александра Стояногла. Он заявил, что дело, на основании которого Платона приговорили к 18 годам лишения свободы, было сфабриковано. Но кроме этого дела Платон проходил еще по 12 другим уголовным делам. Стояногла в этом никаких проблем не увидел. Эта дюжина расследований включает огромный список обвинений против Платона. В мошенничестве, хищениях, злоупотреблении доверием, отмывании денег, неуплате налогов, участие в организованных преступных группировках, а ущерб, нанесенный государству, частным и юридическим лицам, исчисляется десятками миллионов долларов. Александра Стояногла и Вячеслава Платона связывают давние отношения. Впервые эта связь стала явной в 2010 году. Тогда Платон и Стояногла были депутатами в составе Альянса за европейскую интеграцию. Вместе они выступили против законопроекта, предусматривающего упразднение экономических судов. Они оба, и еще один депутат от Альянса Наша Молдова, приближенный Платона, заблокировали принятие законопроекта, потому что через экономические суды Платон проворачивал большинство преступных схем. Об этом говорится в делах, открытых против него. А глава экономической апелляционной палаты Аурил Каленко позже переквалифицировался в адвокаты. Дом Платон. Платон Вячеслав против. Платона Вячеслав против. Платона Вячеслав против. Платон Вячеслав против. Множество вопросов возникло в мае после обнародования видеозаписи, где на судебных слушаниях Стояногла тепло поприветствовал Платона. С этической точки зрения, генеральный прокурор не должен был себе такого позволять по отношению к потенциальному преступнику. В интервью после освобождения Платон обещал в скором времени помочь вернуть миллиард украденный из банковской системы страны. С тех пор прошло пять месяцев. Ни единого цента пока возвращено не было. Аканду, Уланов, Лянке, Драгуцану и остальные, которых Платон считал главными виновными в краже миллиарда, прокуратуру во главе со Стояногла не интересуют. Я представил полные доказательства реальных бенефициаров. Более того, я не просто представлю реальных бенефициаров, я всю группировку выведу на чистую воду. Канду в первую очередь. Архитектор. Архитектор кражи миллиарда. Архитектор. Будут документы. И документы, и показания подельников, Уланов, Лянка. Еще парочку фигур, которые я не хочу назвать, чтобы они не сбежали. Я представлю доказательства. Я представлю схемы расследований. Я представлю механизмы возврата. Я представлю предложения для того, чтобы это вообще расследование как таковое сдвинулось с места. То есть механизмы, институциональные механизмы, которые должны заработать, чтобы действительно кража была расследована нормально. А что вы взамен? Какой временной задел вы себе оставляете для этого? Сколько? Полгода, год? Какие полгода, год? Вы что? Какие полгода, год? У меня все по дням, по часам, по неделям. Тем временем произошло несколько любопытных событий. Например, вынесены судебные решения в отношении приближенных Платона. 16 июля 2020 Александра Балику, фигуранта многих дел, связанных с Платоном, освободили из-под предварительного ареста по решению заместителя главы антикоррупционной прокуратуры Василия Левицкого. Спустя месяц от пребывания в СИЗО избавили и подельницу Платона Алену Сташевскую. А 16 октября бывшая руководительница МОЛД-Инконбанка Марина Марохина смогла вернуться в Молдову. Четыре года она находилась в международном розыске. Вместо ареста ей предъявили обвинение и отпустили домой. Она фигурирует во многих делах наравне с Платоном. Возмущение общественности достигло апогея 21 октября, когда 13 судей, причастных к расследованию так называемого ландромата, схемы по отмыванию миллиардов долларов из России через молдавские банки, избежали обвинения. Более того, 27 октября пятеро из них вернулись на свои должности, а государству придется каждому из них в виде компенсации ущерба выплатить свыше миллиона леев. Мозговым центром ландромата был именно Вячеслав Платон. Самые большие деньги отмыли через банки, которые он контролировал. За организацию и внедрение схемы по отмыванию денег в России против Платона и Плохотнюка заведены уголовные дела. Об особенностях молдавской юстиции узнали и в Брюсселе. Высокопоставленные европейские чиновники обрушились жесткой критикой. После дела Большой Прачечной это стало очередным тяжелым ударом по имиджу Республики Молдова. Цепочка совпадений на этом не заканчивается. В день, когда судьи, связанные с делами о ландромате, вернулись в свои кабинеты, Платон заявил, что требует от бывшего главы антикоррупционной прокуратуры Виарела Мараря 300 миллионов евро, поскольку из-за него он лишился акций многих молдавских банков и компаний. СМИ отмечали, что, по сути, Платон сделал первый шаг к получению компенсации ущерба от государства, а использование для этого Виарела Мараря было лишь уловкой. Как же так вышло, что все эти совпадения случились одно за другим, сразу после освобождения Платона? Об этом, скорее всего, должны были бы рассказать генеральный прокурор Александр Стояногла и президент Игорь Дадон, который во всем поддерживает своего ставленника. Пока же Вячеслав Платон делает все возможное, чтобы Игорь Дадон добился нового президентского мандата, в том числе запугивает людей, которые могут в телеэфире рассказать о коррупционных схемах с участием главы государства и его приближенных. Вячеслав Платон запугал одного из гостей, который должен был принять участие в сегодняшней программе. Он угрожал ему и говорил, что тот не должен критиковать Игоря Дадона. Я хочу спросить у генерального прокурора Александра Стояногла. Платона выпустили из тюрьмы, чтобы он играл в пользу Игоря Дадона? Платона выпустили из тюрьмы, чтобы он играл в пользу Игоря Дадона.